МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите программу на страже порядка. Проект, посвященный деятельности Ярославской областной полиции. В студии Юрий Кораблёв. Здравствуйте. В Ярославской области полицейскими проводится акция «Скажи мошенникам нет», направленная на профилактику мошенничества, а в первую очередь в отношении лиц преклонного возраста, как наиболее уязвимой категории населения. Цель акции – проинформировать граждан о правилах поведения, которые помогут избежать неприятностей и не пострадать от действий мошенников. Встречи профилактического характера проводятся сотрудниками органов внутренних дел в различных социальных учреждениях. Так, сотрудники полиции провели встречу с пенсионерами в Ярославском региональном отделении Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России». Начальник пресс-службы ОМВД России по Ярославской области Марина Какуева напомнила им правила безопасного поведения, рассказала о способах мошенничества, в том числе с использованием банковских карт и сотового телефона, и о том, как уберечься от таких преступлений. Никогда никакие банки подобных СМС-сообщений не рассылают. По телефону банковские карты не блокируют и не разблокируют. Если вам пришло такое сообщение или позвонили, то есть вы об этом вспомнили, СМС-ки вы не открываете и не переходите по тем ссылкам, которые вам приходят. И не перезваниваете на тот телефон, который приходит вам в этом СМС-сообщении. И хотя многие участники встречи пояснили, что слышали о подобных фактах и о том, как защититься от действий мошенников, они с большой заинтересованностью еще раз выслушали эту информацию. Здравствуйте, а вы когда-нибудь сталкивались с мошенниками? Если сталкивались, как вы с ними боролись? Мы сталкивались. Просто позвонили, зашли. Ну, он открыл им. Возраст уже такой 78 лет. А знаете, как уберечься от таких мошенников? Ну, много информации пишут. А что знаете? Участникам раздали листовки по профилактике мошенничества. Мы напоминаем основные правила безопасного поведения, как защититься от мошенников. Не будьте доверчивыми, если по телефону вам сообщили, что сын или внук попал в ДТП. Нужны деньги, чтобы спасти попавшего в беду родственника. Вы выиграли приз. Вам положена компенсация. Ваша карта заблокирована. Не верьте, это мошенники. Уважаемые пенсионеры, не вступайте в общение с незнакомыми людьми. Не открывайте им дверь. Будьте осторожней. Вы считаете, что зарегистрировать свой автомобиль непросто, а процесс постановки на учет займет много времени. На самом деле это заблуждение. Предлагаю вам воспользоваться порталом государственных услуг и записаться на регистрационные действия через интернет. Для получения государственной услуги в электронном виде необходимо иметь личный кабинет на едином портале государственных и муниципальных услуг Российской Федерации www.gosuslugi.ru Регистрация личного кабинета на портале госуслуги состоит из трех этапов. Этап 1. Регистрация упрощенной учетной записи. Укажите в регистрационной форме фамилию, имя, мобильный телефон или адрес электронной почты. После клика на кнопку регистрации вы получите ссылку на страницу оформления паспорта. Этап 2. Подтверждение личных данных в создании стандартной учетной записи. Заполните профиль пользователя. Укажите СНИЛС и данные документа, удостоверяющие личность, то есть паспорт гражданина Российской Федерации или иностранного гражданина паспорт. Данные проходят автоматическую проверку Федеральной миграционной службы Российской Федерации и Пенсионном фонде Российской Федерации. На ваш электронный адрес или телефон будет направлено уведомление о результатах проверки. Этап 3. Подтверждение личности в создании подтвержденной учетной записи. Для оформления подтвержденной учетной записи с полным доступом ко всем электронным государственным услугам нужно пройти подтверждение личности одним из способов. Способ 1. Обратиться в многофункциональный центр. Способ 2. Получить код подтверждения личности по почте. Способ 3. Обратиться в подразделение госавтоинспекции, предоставляющее государственные услуги. Для того, чтобы записаться на получение государственной услуги, необходимо авторизироваться на портале, выбрать интересующую услугу, указать тип получения услуги, электронная услуга, заполнить заявление в электронном виде, внеся данные документов в обязательные поля, выбрать из предложенного списка удобное вам подразделение госавтоинспекции, дату и время его посещения. После рассмотрения вашего заявления в личный кабинет на госуслугах придет уведомление о возможности оплаты на портале. Если вы совершите оплату на портале безналичным способом, получите скидку 30%. Во всех остальных случаях оплата производится полностью. Квитанцию можно заполнить и распечатать на сайте госавтоинспекции, выбрав из списка региона вашего проживания. Для получения услуги необходимо в назначенную дату и время приехать на транспортном средстве в выбранное подразделение госавтоинспекции, обратиться в нужное окно, взять с собой оригиналы необходимых документов. Скоро свой профессиональный праздник отметят сотрудники уголовного розыска. 5 октября 1918 года произошло событие, с которого начинается отчет истории современного уголовного розыска России. В настоящее время представители этого подразделения играют ключевую роль в деятельности полиции. И как бы ни менялась социальная и криминогенная ситуация, уголовный розыск всегда самоотверженно противостоит преступности. В Ярославской области 5 октября для оперативников это не только день уголовного розыска, но еще и день рождения легендарного ярославского сыщика Марата Наумовича Зайденшнира, начальника уголовного розыска области с 1983 по 1991 год. Накануне ветераны-сослуживцы вспоминают наставника начальника уголовного розыска Марата Зайденшнира. Невернацисты собирались на площади. И мы, нас тогда, ну, сам Марат позвал, подъяснил ситуацию, в спортивной форме одежды, налегке, в кроссовках, потихоньку разогнали. А потом по радио сообщение было, что вот граждане, само Ярославля, да, разогнали нацистов Ярославцев. Каждую осень лучшему сотруднику уголовного розыска Ярославской области вручается премия имени Марата Наумовича Зайденшнира. Для сотрудников уголовного розыска области Марат настоящая легенда. Удивительную судьбу этого человека определила дата рождения, 5 октября, совпавшая с датой основания уголовного розыска. Еще на службе в армии он заочно поступил во Всесоюзный юридический институт. Доучивался, будучи оперативником милиции Красноперекопского района Ярославля. Еще тогда многие отмечали его неординарный подход к службе. По его личной инициативе в районе был создан оперативный отряд из сотрудников милиции и добровольных помощников, который имел определяющее значение в деле предупреждения подростковой преступности. 16 лет Марат Наумович ловил преступников всех мастей на Перекопских улицах. За эти годы десятки раскрытых преступлений, огромнейший опыт. После этого 6 лет в должности заместителя. Потом многие годы начальника уголовного розыска Ярославской области. С тех пор прошло немало времени, стали ветеранами его сослуживцы. Но и молодые сотрудники знают и помнят этого удивительного человека. Конечно, каждый, близко знавший его, хранит в памяти свой образ. Вдруг звонок в опорном пункте, вооруженный ножом, нападает на участкового, на инспектор, где она помощи была. Поезжаем туда, приезжаем. Ситуация, человек с ножом, там участковый был. И народ уже стоит около, соответственно, подъезда жилого дома. На первом этаже это было опорно-пункт. И, значит, заходим туда, заглядываем в комнату, он в большой комнате сидит. Нож держит в руках. Ну, сейчас, говорит, зарежем. Говорит, Маратонович уже полчаса сидит, убеждает его, пытается. Вроде начинает уставать. То есть ситуация подходит где-то близкая к тому, что он уже уставит. Сейчас сколевать, наверное. А тот монотонно так с ним разговаривает, разговаривает постоянно. И Торова вдруг неожиданно кидается туда. И мы сколько еще там, трое-четверо туда тоже в кучу. Так нож хватаю, выхватываю Филиппову, отдаю. Говорит, уноси. Свалка. Марат как сидел, так и сидит. Смотрит на эту ситуацию. Потом встали, он его похлопал по плечу. Ну, что ж, ты говорил, раньше надо было все это сделать. Так спокойно все это разошлось. За более чем 30-летнюю службу в уголовном розыске в личном деле начальника областного УГРО 4 листа записей о поощрениях и наградах за исключительно добросовестное выполнение своего служебного долга, за раскрытие особо опасных преступлений и проявленное при этом высокооперативное мастерство. 30 лет абсолютно бескорыстного и преданного служения любимому делу. Никогда не обедал, ничего. Курил, курил, курил. И до 11 вечера. Ведь, по-моему, вот... И что мы только не делали. И... Спасильно. Да и к врачам не ходил. В один из дней уголовного розыска Марат Наумович сказал, за годы работы у нас, как в кузнице, выковываются железные нервы, а сердца размягчаются, как воск в огне. Эти слова стали пророческими. Он перенес два инфаркта, после чего был вынужден уйти с работы. Но за штатом оставался недолго, менее года. 28 июня 1991 года его не стало. Не выдержало сердце. Свой последний юбилейный доклад к 70-летию создания уголовного розыска в 1988 году на коллегии УВД Марат Наумович закончил такими словами. Сотруднику уголовного розыска в работе приходится повседневно сталкиваться с многообразными жизненными ситуациями. В одном случае он вникает в тонкости человеческих отношений и выступает как психолог. В другом проявляет себя как знаток приемов осуществления оперативных комбинаций, как человек, владеющий искусством конспирации. Разумеется, эта работа творческая и обязательно требует творческого подхода, смелости, мужества, верности, нравственным принципам, готовности к самым неожиданным ситуациям. Вы смотрели программу «На страже порядка». Проект, посвященный деятельности Ярославской полиции. Берегите себя.